Давно хотел обзавестись собственным сервером какого-нибудь мессенджера для секьюрного общения, и вот пришло время это сделать, ну а после грех не зашарить инфу. Вначале я немножко поразглагольствую с вашего позволения, если же вам это не интересно, тыкаете тайм-коды. В текущем мире создается впечатление, что кроме Viber, Facebook и Telegram мессенджеров нет, однако 5-минутный анализ изобретенного человечеством показывает, что существуют не только open-source решения, но и децентрализованные. Выгоды от использования подобных решений очевидны. Во-первых, open-source дает возможность читать код того, чем вы пользуетесь, и в общем-то менять его. Гораздо проще что-то допилить, если вам не нужно писать клиент с нуля. Кроме того, уязвимости быстрее находятся и устраняются. С одной стороны, open-source конечно дает возможность недоброжелателям быстрее найти что-то, с другой, об этом сразу становится известно и быстро фиксится. Во-вторых, распределенные системы более устойчивы к падению отдельных частей. Если вы будете пользоваться моим сервером Matrix и он упадет, вы можете за 5 минут зарегаться на другом и продолжить пользоваться. В-третьих, и это мне кажется самым важным, вы можете пользоваться своим сервером и быть уверены, что вашу переписку никто не читает, даже админы сервера. Ну и в-четвертых, децентрализованные системы не дают шанса на выживание спамеров, так как если с одного сервера будет сыпаться много говна, админы других могут за секунду кинуть этот сервер в блэклист и забыть о проблеме. Вступительная часть овер. Начнем разворачивать сервак. Предыдущие ролики подобного толка научили меня, что объяснять приходится не так много, а вот визуальной информации дофига, поэтому комментировать я буду по мере продвижения. Для начала нужно заметить, что поднять сервак не так уж просто, поэтому вам нужно обладать некоторыми знаниями в области OS Linux и Docker. Если этого нет, вам будет сложновато, но не невозможно. У меня в первый раз ушло 2 дня, чтобы сделать сервак. Сейчас я управился за час с перерывами, даже с учетом, что вчера был корпоратив. Начнем уже. Мой рабочий синапсервер на хэтснер, поэтому размещу тестовый тут же. Я пробовал Ubuntu 24, но у меня не получилось поставить на нее докер, поэтому я взял 22. И только при подготовке этого ролика я наткнулся на инфу о том, что докер действительно не работает с 24. Редкий случай, когда лыжи не едут. Не забываем удостовериться, что у нас есть IPv6. Мы хотим все сделать по-модному, хотя можно и без него обойтись. Далее настроим A и 4A записи для домена, для IPv4 и v6 соответственно. Я буду использовать тот же домен, что и для основного сервака. Теперь начнем настройку. Я сделал замечательный репозиторий, в котором можно найти все необходимое. Помним, что куда и пойдем устанавливать докер по инструкции. Также не стоит забывать, что нам потребуется докер-компоуз. Хорошо, теперь делаем сертификаты для нашего домена. Это довольно-таки просто, команда есть в инструкции. Получились рты. Вот они. Разумеется, для прода шарить такое на весь интернет нельзя. Но это тестовый сервак, и он полетит в урну, как только я закончу ролик. Поэтому мне можно. Начнем переносить конфиги. Всего у нас будут конфиги для Nginx, cdunit и докер-компоуз. Также советую сделать директорию etc-synapse, куда будем класть докер-компоуз файл. И var-synapse, где будут лежать данные нашего сервера. Что у нас дальше? Генерируем конфиг по шаблону. Для этого запустим synapse-сервер с аргументами, как в доке, и поставим название нашего сервера. В моем случае это сервер от fmatrix.com. Ага, нужно же компоуз файл сделать. Поехали. Для начала прокину все порты, чтобы было проще тестировать. Ну а в конце они должны убраться за Nginx. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, и генерим конфиг. Так как волиумы указаны верно, он сразу попал в нужную папку var-senapse-data. Попробуем поднять сервер вначале через команду docker-компоуз-app. Сейчас он на порту 8.10.8. Благодаря тому, что мы этот порт прокинули. Можно и по DNS, и по API ходить. Похоже, что уже можно пользоваться. Помню, была какая-то команда, чтобы создать юзера. Давайте попробуем найти. Теперь заходим в контейнер с сервером и регистрируем юзера. Так как Nginx у нас еще не настроен. Идем по HTTP и порту сервера. Пробуем поставить сообщение мне на мой боевой сервер. Не работает. Возможно, проблема в том, что нет HTTPS. Пришло время настроить Nginx. Просто копируем файл из REP и правим пути до SRT и названия сервера. В этот момент решил начать пользоваться систем CTL для перезапуска сервера. Это удобнее, но предварительно нужно сделать docker-компоуз-даун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь у нас есть Nginx с сертификатом, но все равно не работает. И тут до меня дошло, что я написал не ATF-матрикс, а APT-матрикс, когда генерал конфиг. Что вы хотели на утро после корпоратива? Ну что ж, переделаю, не проблема. Опять генерю конфиг и создаю юзера. Продолжение следует... Вот теперь все работает. Можно общаться с другими серверами, но это еще не все. Давайте настроим базу данных не SQLite, как по дефолту, а Postgres. Тем более, что для этого всего лишь нужно поднять ее в compose файле и добавить пару строк конфиг. Пароли, конечно же, меняйте. Я использую то, что в репе. Запускаем опять и создаем юзера в третий раз, так как старая база данных уже не актуальна. И вот тут я наткнулся на то, что теперь я не могу видеть сообщения от своего реального аккаунта, так как у меня нет старых ключей. А со стороны моего продавого сервера юзер-админ не изменился. И это очень хорошо, значит никто не сможет прочитать переписку в случае, если юзер будет удален с сервера и кто-то зарегается под тем же именем. Поэтому создал еще одного и потестировал. Далее давайте добавим админ. Тут все просто. В config.engines уже есть root. Нам остается только добавить контейнер к нашему compose файлу. Также не буду долго останавливаться на включении терн-сервера, так как это очень просто. Нужно просто добавить контейнер с сервером в Docker Compose и указать ключ в config.synapse. Терн-сервер нужен для совершения видеозвонков, но видео не о нем, поэтому просто посмотрите, как это сделать. Что осталось? Давайте включим регистрацию и заодно сразу captcha. Как видите, сейчас вы не можете зарегистрироваться на сервере через приложение. Создаем reCaptcha, как в доке на любом из своих Google аккаунтов и добавляем ключи в config сервера. У меня она сразу не заработала, так как я не дочитал инструкцию. Нужно выбрать конкретный вид captcha и отключить verify the origin. Теперь можно регаться. Этому инструкция заканчивается. Если хотите, можете пользоваться моим synapse-сервером. Адрес atfmatrix.com Для того, чтобы было интереснее, я поднял так называемый bridge до телеги. В репе последний коммит как раз с его настройкой. Bridge, ну то есть мост, дает возможность пользоваться телегой из matrix клиентов. Покажу на примере. Регаетесь, ищите на сервере бота с именем собака telegrambot.atfmatrix.com И пишите логин. Далее указываете свой номер телефона, который привязан к телеге. И в телегу придет код для авторизации. Пишите его в чат с ботом и у вас появляются ваши чатики из телеги прямо в клиенте matrix. Насколько это секьюрно, я не могу сказать, так как кажется, что bridge должен знать токен до телеги. Можете изучить вопрос самостоятельно. На этом все. Пишите в адрес.